Ислам, который ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будет, будут совершенного едино. И да познает мир, что ты поспал меня, ты возлюбил их, как возлюбил меня. О, че, который ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да и видать славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде отславания мира. Светлую пребогословенную, славную младенцу нашу Богородицу и Христу Нью-Марию, со всеми скотыми поменуше, сами себе и друг друга, и без животных, кресту Богу предадим. Светлую пребогословенную, славную младенцу нашу Богородицу и Христу Нью-Марию, хрик, 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 хрик. Хрик, 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 хрик. О, я у нас тут таки в Англии, а чтенике. Славься, Господи! Вышел с учениками Своими за поток кедром, где был сад, который вошел сам и ученики Его. Знал же это место Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. И так Иуда взял отряд войнов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фоновями и светильниками и оружием. Иисус же, знав все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого вы ищете здесь? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это Я, стоял же с ними Иуда, предатель Его. И когда сказал им, это Я, отступили назад и пали на землю, опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, Я же сказал вам, что это Я. И так, если меня ищете, оставьте, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, но не погубил никого. Симон же Петру, имея меч, извлек его и ударил первосвященческого раба. И отцеп ему правое ухо, и я рабу был Аллахом. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец? Тогда войны и тысячи начальников и служителей иудейских взяли Иисуса и связали Его. И отели Его сперва к Анне, первосвященнику Анне, ибо он был кейс Каяфе, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народом. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик, ученик же сей был знаком первосвященнику, и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями, и потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предверднице, И въел, въел Петра, тут раба, предвердница, говорит Петру, и ты не, не ты ли из учеников этого человека? Он сказал, Петр ответил, нет. Между тем рабы и служители, разведшие голодь, потому что было холодно, стояли и грелись, Петр также стоял с ним и грелся. Первый священник же спросил Иисуса, ученик от Его, и обучение Его, Иисус отвечал ему, «Я говорил вам явно, я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда люди исходятся, и тайно не говорил ничего». Иисус отвечал ему, «Господи, Господи, ащи ты на крест, тратуй третий и наподинай на твое, и земли и упор, возбранял исти, погладите распинающих тебя, а, уже повелевал исти, и спустите юзники на удовлении человека, суднея живых и примерных жизней пришел, исти подать им нас, а не смерть, человек верюча слава тебе». Субтитры – «Господи, Божи, господа Бога, боги». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прямо утром спросил, слышится тогда Евангелие, мир всем. Субтитры создавал DimaTorzok Господи, Господи, помилуй, Господи. Вон мы на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, пришедшие ночью, не украли Его и не сказали народу, «Воскресе смертвой, и будет последний обман уже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте сами, как знаете». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие братья и сестры, вот в очередной раз Господь сподобил нас с вами помолиться в этот великий и святой день, великий четверг, Дорогие братья и сестры, вспомнили, наверное, прошлый год, этот вечер и сами осознали, как время быстро летит, как наша жизнь скоротечно проходит, независимо от того, сколько лет человеку, наша человеческая жизнь может оборудовать в любой момент, в любой день. Сегодня я ездил в Лэнкли, одна из наших прихожан, она 42 года ей, она умирает, врачи дали ей 2-3 недели прожить. Сегодня я ее исповедовал, причащал, молитесь за нее, права Божия Наталья, двое деток у них, маленьких, 8 лет и 12 лет. К чему я это говорю? К тому, что никто не знает ни дня, ни часа, когда ему придет вот этот зов, покол, колокол будет звонить или звонить. Поэтому всегда надо быть готовы. Надо просить Господа, чтобы Господь подобил нас и на следующий год встретить эти великие дни Святой Страстной Седмицы, а также светлый и радостный праздник воскресения Господь нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя. Завтра в богослужении будет 3 часа дня вечерня и вынос Плаженицы на святину храма. В 6 часов вечера завтра будет осенья погребения Спасителя, а также будет крестный ход храма со святой Плаженицы. В субботу в 10 часов утра будет литургия, и первое освящение Пасхи. Второе освящение будет в 6 часов вечера, и третье освящение в 11 вечера, потом будет полуночница, находится перед святой Плаженицей, затем Плаженица заносится в алтарь, ставится на престол, и будет находиться на престоле до Вознесения. А затем в 12 часов ночи крестный ход у нас будет, уже пасхальный крестный ход, и ночное богослужение. После ночного богослужения, примерно в 3 часа, у нас будет разгавление в зале. Кто желает прийти на второе время, пожалуйста, принесите одно блюдо к общему столу.